Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, представляю вам проект модернизации. Так, здесь как переключается, извините. Где тут перед у него? А, вот так, да? Так, да? Итак, согласно стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период с 2015 по 2030 года, выделено целый ряд позиций, из которых наиболее интересными для меня выглядят развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении и развитие информатизации здравоохранения. Суть государственно-частного партнерства заключается в привлечении частного сектора для более эффективного выполнения задач, относящейся к публичному сектору, на условиях компенсации задрат, а также разделения ряда рисков, обязательств, либо компетенций. ГЧП является опробированным механизмом и не только в сфере здравоохранения, и дальше я покажу опыт других стран. Роль патоморфологической службы, наверное, тут коллегам не нужно говорить о том, какая это роль в онкологической практике, и, пожалуй, что определяющая. Это постановка диагноза. Поставленный диагноз будет определять тактику, сроки, стоимость лечения. Фактически это определяющее звено того, как вы отнесетесь к пациенту. Красноярский край – это очень большая территория, поэтому первое, с чем сталкивается пациент, первое, с чем сталкивается лечащий врач – это невероятные расстояния, порой более 2000 километров, и невероятная разобщенность территорий. В Красноярске в самом так же структура разобщена. Порядка пяти патоморфологических лабораторий, уровень подготовленности специалистов и уровня оснащения этих лабораторий очень разнится. Традиционно те лаборатории, которые обслуживают онкологические центры, имеют более высокий уровень квалификации врачей и оборудования. Я думаю, мы здесь не уникальны. Итак, какие имеются у нас сейчас сложности? Извините, я подойду, потому что ничего здесь не видно. Существующая ситуация. Конечно, от чего страдают все – это сроки проведения диагностических процедур. Сейчас они 7-10 дней, если речь идет о БГХ, исследование переваливает за 20 дней, порой за месяц, и, не дай бог, если еще некачественные препараты первичные были, переделываются и так далее, это может затягиваться и более месяца. Подделия бюджета получается за счет лишних койка дней, потому что зачастую этот пациент находится на диагностической койке и находится в подразделении. Затем, качество, вне всякого сомнения, низкий, недостаточный уровень квалификации персонала, о котором мы говорили, недостаточный уровень оснащения лабораторий, ведет к снижению качества поставленных диагнозов. В результате мы имеем вал пересмотров препаратов, я думаю, все онкологические центры от этого страдают. В данном случае порядка 2,5 тысяч случаев в год мы пересматриваем. Это случаев, то есть стекол там значимо больше. А фактически, если пересчитать это в поделе бюджета, это сотни миллионов. Дальше смотрим. Логистическая целесообразность. Я это назвал вынужденное, но необоснованное вовлечение пациента в диагностический процесс. То есть пациент вынужден перемещаться со своими препаратами, стеклами, блоками на невероятные расстояния, нервничать, где-то жить, находить места своего пребывания. Все это ведет к потерям бюджета. Во-первых, доставка материала, во-вторых, расходные материалы на переделывание препаратов, потери времени пациентов и неэффективные, так называемые, койко-дни, когда пациент просто лежит и ждет. Укомплектованность оборудованием. Текущая обстановка 15% с учетом износа. Это ситуация по краю. Если посмотреть отраслевой доклад, эта ситуация не уникальна. В большинстве регионов, если убрать ряд учреждений, примерно такая же ситуация. Укомплектованность врачами-лаборантами 30-35%. Это еще неплохие показатели. Отсутствует система повышения квалификации, современная и постоянно действующая. Да, в России созданы некие мероприятия, проводятся, но они не системные, и они не позволяют постоянно повышать уровень патологоанатомов в онлайн-режиме, скажем так. Административная децентрализация службы с прямым подчинением главным врачам лечебных учреждений. Эту тему, как бы говорят, то ли вслух, то ли не вслух, но все понимают, что патонатомия в итоге оказывается на дотационном уровне, остаточный уровень. Отсутствие нормативной базы, позволяющей контролировать реальные диагностические процессы, получать достоверную отчетную информацию. Когда речь идет о децентрализованной структуре, патонатомы подчиняются исключительно своему главному врачу, и никому более никакую информацию они предоставить не могут, и что-то централизовать, ввести в некий регистр практически невозможно. Поэтому мы предлагаем создать единую патонатомическую службу на основе государственно-частного партнерства, и это позволяет сделать нам федеральный закон о консессионных соглашениях. Мы предполагаем полную модернизацию патонатомических отделений Красноярского края, а также централизацию всей системы патонатомической службы с получением государственного заказа на весь край по комплексу исследований морфологических и цитологических. Примерные предположительные единовременные инвестиции в проект составят порядка 500 миллионов рублей. Большая часть этих средств, как вы видите, уйдет на оборудование. Патонатомическое оборудование довольно дорогое. Обязательства инвестора. Обеспечение службы высококвалифицированными кадрами. Увеличение заработной платы на 15-20% в рамках тех законопроектов, которые сейчас существуют в Российской Федерации. Создание референс-центра и центра телемедицинской сети. Участие в разработке национальных стандартов, процедур исследований и утверждение федерального тарифа. Полная замена оборудования предполагается через 7 лет. Типичная картинка. С одной стороны, очевидно то, что мы имеем сейчас, и то, что мы должны бы иметь в хорошей лопатной лаборатории. Предлагаемая структура заключается в следующем. Во-первых, мы изменяем логистическую направленность потоков. Мы формируем некие округи, где формируются центры, где находятся квалифицированные специалисты с хорошим оборудованием, куда стекается материал, где они его обрабатывают. И затем по сети телепатологии при необходимости направляют его на референс-анализ, в центральную базу. Это будет располагаться при онкодиспансере, куда, собственно говоря, пациент в дальнейшем и попадает. В результате, что мы должны получить? Это стопроцентное оснащение службы современным оборудованием. Как я говорил, порядка 430 миллионов, это уйдет единоразово. С помощью современного оснащения сроки исследования будут сокращены. Очевидно, что можно операционный материал выполнять за 48 часов исследования. Если нам необходимо их сделать ИГХ, либо инситут гибридизацию, еще что-то, это можно сделать в 7-10 рабочих дней. Очевидно, произойдет экономия кое-как дни, что для главных врачей, думаю, очень полезно будет. Экономия средств за счет своевременной и точной диагностики. За счет повышения квалификации, создания референс-центра и создания сети телекоммуникации, реконсультации, извиняюсь. Обеспечение необходимыми кадрами за счет оптимизации структуры службы, установки оборудования телепатологии. Ведь фактически мы получим постоянную систему повышения квалификации патологоанатомов. Ведь если они посылают препараты в референс-центр, они будут получать некое мнение из центра, могут сравнивать со своими позициями, и это будет постоянная учеба. Более того, если у нас будет постоянный контроль, постоянная отсылка материала в центральную лабораторию, мы сможем контролировать, собственно говоря, и выписку целого ряда документов, траты деньги, трата средств, целевое использование. Все это можно будет проводить и, собственно говоря, планировать, в том числе, политику лекарственного обеспечения региона. Далее. Сама система телепатологии позволит для нас взаимодействовать с целым рядом стран, коллег из-за рубежа, в частности, из Германии, из Китая. Я уже не говорю о взаимодействии коллег на уровне Российской Федерации. Это будет делаться легко и постоянно. Для этого не нужно будет преодолевать какие-то даже сложные, порой чисто технические барьеры. Возможно создать центр превосходства, компетенции, что сейчас очень популярно. Мы можем приглашать иностранных специалистов в качестве экспертов для оптимизации работы центра, подготовки специалистов, консультирования в рамках совместных, пусть даже научных проектов. Это тоже возможно. Онлайн-консультирование, телеклиник с привлечением, в том числе, специалистов через форум Кухомичникова. Можно разрабатывать новые технологии, можно их внедрять, можно привлекать научных деятелей. В настоящий момент нас поддерживает огромное количество учреждений, их всех перечислять не буду, причем это учреждения не только Российской Федерации, это учреждения и зарубежья. Вот они здесь все перечислены, это большой список, с кем есть уже договоренность о взаимодействии в рамках этого проекта. Благодарю за внимание. Если какие-то вопросы есть, я могу в честном порядке обсудить. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...